Поправки в самый главный финансовый документ региона на повестке дня у кубанских парламентариев в числе первых. По традиции бюджет принимают за несколько месяцев до начала года, но экономическая ситуация сегодня диктует свои правила. Бюджет 2015-го принят с дефицитом в 5 миллиардов рублей. Обеспечить финансовый баланс поможет антикризисный план, рассчитывают власти. Одна из его основных мер – оптимизация расходов. Еще в 2014 году при формировании краевого бюджета на 2015-2017 год мы предприняли ряд мер. Во-первых, на 15% сократили материальные затраты и на 20% расходы на приобретение движимого имущества и капитальные ремонты. Во-вторых, провели сокращение на 5% штатной численности, и это еще не предел именно органов власти. А также предусмотрели финансирование строительства объектов только с высокой степенью готовности. Согласно предложенным поправкам, казна пополнилась 3 миллиардами рублей. И удалось это за счет увеличения налоговых платежей и федерального транша. По словам Ткачева, дополнительные средства позволят погасить все бюджетные обязательства еще прошлого года. Кроме того, деньги потратят на развитие социальной сферы. Также мы сможем увеличить расходы на социальную сферу, на модернизацию краевой системы дошкольного образования до 300 миллионов рублей. На единовременные выплаты компенсаций медицинским работникам, переезжающим в сельскую местность, тоже 300 миллионов. На переселение граждан из аварийного жилья 200 миллионов. И что важно, мы сможем направить дополнительные средства на развитие дорог к краевому муниципального уровня. Это почти полтора миллиарда рублей. Прошу вас тоже поддержать эти поправки. Изменения в бюджете коснутся и целого ряда госпрограмм. Дополнительные средства выделят на развитие инфраструктуры городов и районов. Почти 190 миллионов рублей. Порядка 244 на капитальный ремонт многоквартирных домов. На туристическую отрасль 118 миллионов. Увеличат расходы и на социальную помощь кубанцам, чьи дома пострадали от наводнения осенью прошлого года. С предложением внести эти поправки в бюджет 15-го года глава региона обращается к депутатам ЗСК. Изменения в закон парламентарии поддержали. Кто за то, чтобы принять поправки к бюджету в целом, прошу голосовать. Принятые меры и антикризисную программу депутаты обсудят с избирателями. Поделился планами спикер Кубанского парламента Владимир Бикетов. В пятницу у нас будет единый день встреч с избирателями на территории края. Все депутаты разъедутся по своим избирательным округам, проведут встречи с избирателями, на которых доведут до сведения задачи, озвученные вами вчера на совещании по антикризисному плану. Содержание антикризисного плана, роль и участие каждого и депутата, и избирателя в реализации этих планов. Потому что само по себе ничего происходить не будет. Нам нужно все вместе работать. И на эту совместную работу мы нацелены. Участники заседания согласны преодолеть все экономические трудности, возможно, только сообща. Ведь выйти из кризиса – это общая задача для всех ветвей власти. Если каждый на своем рабочем месте будет принимать соответствующие меры, ну, к примеру, мы будем рассматривать работу Анапского хлебокомбината по увеличению заработной платы и увеличению производительности труда. Где признана работа неудовлетворительной по той причине, что они предусматривают производительность труда, увеличение не за счет улучшения производства, а за счет удорожания хлеба. Нам это неприемлемо. Мы должны показать бизнесу в целом край на примере этого предприятия, что производительность труда за счет удорожания продуктов не должна быть, а мы должны организовать нормальное производство. Я как бизнесмен, предприниматель, конечно, для меня очень важно удержать и свой рынок, на котором мы действуем. Также мне очень важно удержать и заработную плату людей, потому что все-таки, как нам сегодня такую четку дали команду показать пример, потому что 16% все-таки прошла инфляция, и очень важно, чтобы и сотрудники, тоже зарплата была всеми проиндексирована в Крае. Попытаемся удержать экономику Края на том уровне, о тех показателях, о которых говорил губернатор, но для нашего предприятия, вы слышали, там есть целая программа, принята сегодня в Крае по развитию садоводства, для того, чтобы сегодня обеспечить фруктами не только жителей Края, но всей России. На Кубани уже есть успешный опыт выхода из кризиса, напоминает Качев. Даже в экономически тяжелом 2009-м по объемам доходов регион занял шестое место в стране. И для того, чтобы преодолеть этот трудный финансовый период, у Края сегодня есть все резервы. Мария Крошная, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.